Продолжение следует... Ну и первый фильм «Контракт рисовальщика», который более ранний, чем то, что мы сегодня посмотрели, Z00, тоже, в общем, если кто-то из вас помнит, наш разбор, он тоже представлял из себя такую аллегорию. Но при том, что у Гренуэя почти всегда, с моей точки зрения, присутствует аллегория, на самом деле выявить, что есть что, не всегда просто. Вот. Какие-то вещи выглядят, ну, достаточно банально даже, может быть, они как бы лежат на поверхности, а некоторые вещи, в общем, ускользают из наших попыток с точностью указать, а вот это — это, в аллегории, как классической, да, 17 века, а вот это — вот это. Ну и в данном случае тоже у меня есть какие-то соображения, которые более очевидны, а некоторые соображения, которые менее очевидны. И у меня у самого есть вопросы, что это такое, и как понимать, и так далее. Ну, давайте начнем с моментов более или менее очевидных, ну, со структурных каких-то моментов, да. Расставим то, что называется, фишечки на доске. Значит, у нас есть два брата, как выясняется в конце, близнецы, более того, как выясняется в конце, сиамские близнецы. Оливер и Освальд. Оливер и Освальд теряют в некой катастрофе, вот происходит у нас фильм, зачин фильма — это некая катастрофа, катастрофа, где женщина по имени Альба или Альфа, да, потому что ее дочка Бетта, значит, она, в общем, наверное, не Альба, а Альфа. Альфа, Бетта, Гамма и так далее. Ну и тогда Зет. Вот, там Омига, конечно, но вообще-то, если в английском алфавите, то Зет. Значит, эта самая Альба, она попадает вместе с женами этих двух наших персонажей в катастрофу. Что случилось? Ну, случилась мифологическая история какая-то, да, это Леда и Лебедь. Лебедь, знаем мы этот миф, да, Леда оплодотворяется Лебедем, который является Зевсом, принявшим вот такую форму, форму Лебедя и вступившим с Ледой вот в такой контакт. Здесь у нас получается, что, ну, очевидно, совершенно, нам прямо говорят про это, да, иногда ее даже называют Ледой там в какой-то момент. Ну, понятно, что мы имеем дело не с реалистическим каким-то, да, анализом. Ну, вот, произошла катастрофа, в газете напечатали, две жены погибли, и начинается детективная история. С самого начала понятно, что мы имеем дело с какой-то, с каким-то вот таким мифологическим сюжетом. Теперь у нас есть еще две пары. Это пара человека в шляпе, исполняющего какую-то роль в зоопарке, мы не знаем. Там несколько парней, которые как-то вокруг зоопарка крутятся. Есть служитель, есть какой-то человек, его зовут Фаласт, по-моему. Есть наиболее активный, приближенный как бы к зоопарку человек, такой человек в шляпе, которого зовут Ван Хойтен, и которого мы видим часто беседующего с женщиной, которую называют Венерой. Да, Венера. Это у нас одна пара. И вторая пара, тоже мужчины и женщины, это хирург и его помощница-ассистентка. При этом совершенно очевидно, и это как бы, ну, эксплицитно выражено, что эта самая женщина Венера, что она делает? Она пишет истории. Да, то есть она, и там черно-белый цвет и так далее, она в черном появляется. Она пишет рассказы. Ну, там сказано, что она пишет похабные рассказы или такие рассказы, эротические рассказы. Не важно, но она, в общем, как бы олицетворяет собой письмо, писательство, литературу. А другая женщина, ну, скорее там не женщина, а мужчина, хирург. Он вроде хирург, да, с одной стороны. То есть такая смычка между медициной и живописью. Опять же, там эксплицитно сказано, что он этот самый Вармейер или Ван Мегеринг, который на самом деле осуществлял подделки Вармейера. Да, он известный фальсификатор и Ван Мегеринг, так его и называют. То есть он рисовал картины и выдавал их за Вармейера. Каким-то образом происходит смычка между медициной, хирургией и живописью. То есть у нас, с одной стороны, литература плюс животные, литература с зоопарком. А с другой стороны, медицина, хирургия с живописью. Таким образом, получается, что наши главные действующие лица, если считать главными действующими лицами, собственно, эту Альбу или Альфу с двумя сиамскими близнецами, они как бы в центре всей этой картины, то их окружает вот эти самые две пары. То есть с одной стороны, литература плюс зоопарк, а с другой стороны, медицина плюс живопись. При этом медицина плюс живопись, она как-то активно претендует на Альфу, на Альбу. Ну, хирург все время ее домогается, да, он, собственно говоря, ей ампутирует одну ногу, потом вторую ногу. Есть сцена, где он активно как бы ей предлагает соития, стать отцом ребенка он хочет и так далее, и так далее. Она его отвергает. Ну, понятно, что если мы имеем дело вот с такого рода экспозицией, да, то есть отдельно можно поговорить о том, почему возникают такого рода смычки, да, то есть, например, зоопарк или животноводство, скажем так, да, и литература, а с другой стороны, медицина, хирургия, как препарирование, да, и живопись, это мы можем дальше подумать. Но понятно, что, по-видимому, речь идет, ну, о каких-то таких культурных процессах, да, то есть речь идет о культуре, предположим. Если речь идет о культуре в самом широком смысле, ну, и тогда, возможно, Альба, собственно говоря, или олицетворяет эту самую культуру, то вот эта катастрофическая ситуация, ну, ее можно, наверное, как-то понять, опять же, по-разному, там много текстов, да, то есть в отличие от многих фильмов, где, как раз мы на прошлой неделе смотрели фильм, где тексты не так много значат. Вот здесь, по идее, нужен длительный очень разбор текстов Гринуэя вот в этом фильме, на слухов воспринять очень сложно, тем более, я не знаю, какую версию вы смотрели, насколько адекватный перевод, то есть многие вещи намеками как бы проговариваются и обговариваются, да, то есть, например, ну, когда братья говорят Альбе относительно того, что они приобрели квартиру, квартиру, кстати, они приобретают около зоопарка, да, они ближе к зоопарку ее смещают, ближе к литературе, скажем, да, они ее смещают ближе к литературе и говорят, что ты теперь свободна от медицины и искусства. Помните, да, эту фразу? А что вдруг от искусства-то? Ну, мы помним замечательную сцену, где эту Альбу просто одевают, да, в персонажа картины Вермеера, она садится играть на рояле, помните, да, это, она говорит, я пришита к табуретке и так далее. То есть, по сути дела, получается, что мы находимся вот в этой вилке, да, между, в каком-то смысле, да, определенным образом понятой литературой и определенным образом понятой живописью, и культура или цивилизация разрывается как бы между ними, при этом теряя одну ногу за другой, да, вот как бы так и получается. Ну, а изначальная катастрофа, наверное, можно эту изначальную катастрофу осмыслить, там же на машине она сталкивается с этим самым лебедем, ну, и мы можем себе предположить, что речь идет о вот такой вот катастрофической ситуации, связанной со столкновением человеческой цивилизации, культуры, с технологией, да, вообще-то говоря, машина, лебедь, вот они столкнулись, получилось, получилось такого рода коллапс. Теперь самое сложное, это два брата, сиамские близнецы, что, собственно, что они из себя представляют? Вот. Они чем занимаются? Они занимаются исследованием, с одной стороны, истории зарождения всего, всех животных. Помните, про зоопарк там тоже несколько разговоров есть, что такое зоопарк. А каких животных? Да, всех животных, вообще всех животных. То есть в каком-то смысле это, по сути дела, можно сказать, что они исследуют, ну, появление материи как таковой, да, что, собственно говоря, она из себя представляет, какие формы принимают. То есть с одной стороны, это история зарождения, это в каком-то смысле исследование истории, да, от ее начала до ее конца, ну, или вот до сегодняшнего момента. А с другой стороны, они исследуют и обратный путь. В этом смысле этим занимается как раз Освальд. Если вы помните, Оливер, он все время отпускает кого-то на свободу, то бабочек, то еще кого-то. А Освальд, он исследует что? Он исследует разложение. Разложение — это наоборот, да, то есть это как бы мы отправляемся из конца в начало. Наоборот, другой путь, да, зарождение, от зарождения и до появления, и, наоборот, от смерти к разложению. То есть мы проверяем своего рода два направления. В этом смысле они и оказываются такими, может быть, братьями-близнецами, которые, собственно говоря, символизируют собой два типа исследований. Причинно-следственных связей, либо наоборот, от завершенности к началу. То есть два такого рода типа, где, ну, может быть, масса разных интерпретаций этого, да, то есть, может быть, это типы философского исследования, например, да, то есть, может быть, это синтез и анализ, как близнецы-братья, может быть, это эпистемология и антология, как близнецы-братья, может быть, это вот такое исследование, как бы, от телеологии или от причинно-следственных связей, два разных типа. Так или иначе, они оказываются у нас вот такими моделями, что ли, моделями в каком-то смысле человеческого мышления современного, которое по-разному анализирует, по сути дела, что оно по-разному анализирует? Анализирует по-разному, ну, то, до чего мы вот дошли сегодня с нашей культуркой, цивилизацией. Ну, вот она действительно катастрофа какая-то, нет ни жен, ничего, ну, есть, вот она, они как бы с ней же вступают в контакт определенный, в общем, стараются что-то дальше породить. При этом у нее есть замечательная дочка, да, которую зовут Бетта. И с дочкой Беттой у нас происходит все время один и тот же эпизод, правда, с разными персонажами. Что ей предлагают? Ей предлагают буквы алфавита, да, и она говорит это-то, а это-это, а это-то. Тем самым Бетта очевидным образом репрезентирует язык как таковой, да, то есть в итоге порождение, первое порождение культуры, если мы альбу понимаем, альфу как культуру, это, собственно говоря, язык. И вот язык — это называние всего и вся, которое и представляет из себя эта дочка. Но при этом в конце фильма, то есть мы могли бы сказать, это альфа, да, то есть вот человеческая культура какая-то, и два типа ее осмысления, анализа и так далее. Здесь, кстати, помимо каких-то, у меня, естественно, возникает соблазн, их отождествить с какими-то видами философского подхода, то есть, например, философский подход, который идет от смерти или, наоборот, к смерти, да, то есть это есть, и можно тоже об этом долго говорить, как два типа современной философии. Но не исключено, что здесь не о философии вообще идет речь, потому что, вообще-то говоря, то, что они делают, они делают с помощью определенных технологических средств, правда же? Это же фотоэксперимент и видеоэксперимент, то есть не исключено, что они репрезентируют собой как раз, например, фотографию черно-белую, ближе к литературе склоняющейся, и цветное кино, которое тоже, возможно, снимает на пленку и обладает вот таким вот способом изучения, по сути дела, разложения кино, тогда, получается, занимается, ну или наоборот, фотография, то есть здесь можно думать, что занимается чем, что занимается разложением, а что занимается зарождением. Так вот, в конце фильма звучит замечательная фраза той же самой Альбы, которая про их тройственный союз говорит «зет» и два нуля. То есть она же альфа, вроде первая буква алфавита, а «зет» — это последняя буква алфавита. И в этом смысле вот эти два типа усилия, усилия, которые направлены на анализ разложения и на анализ зарождения, они, по сути дела, превращаются в конце фильма, в два нуля, и тем самым закольцовывает, как бы, да, то есть, по сути дела, сам алфавит весь отработан. Ну и девочка, которая, она же называет там разные буквы, да, они как раз по ходу фильма, она исчерпывает более-менее алфавит, потом ее этот самый принц, который тоже, более-менее очевидна его фигура. Вы помните разговор с Венерой, с этой самой литературой, да, теперь мы понимаем эти фигуры более-менее, они понятны. И в беседе с литературой он говорит, что «А я бы, если бы у меня были деньги, я бы сделал зоопарк мифологических животных». То есть, понятно, что это как бы вот некая мифология, тоже уже довольно-таки безногая, но она каким-то образом еще на уровне принца и принцессы может сочетаться с нашей безногой культурой. Как бы вот такая, получается, картинка. При этом, ну, как я уже сказал, с одной стороны, вы видите, что сама по себе схема оказывается достаточно простой, более-менее простой, да, то есть, например, что репрезентируют братья, я назвал несколько вариантов, из них можно выбирать. Но на самом деле в фильмах Гренуэя вот это модельный такой подход, когда я называю что-то, чем-то и получаю схему, на самом деле это только начало анализа, потому что у него каждая из фигур оказывается очень динамичной и вступает на разных уровнях самые разные типы взаимодействия. То есть это взаимодействие на уровне аллегории, с одной стороны, но у него помимо аллегории есть и отход от аллегории, просто шутка, ирония, аллюзии и так далее. И в итоге получается, что для того, чтобы полноценный анализ провести, нужно, ну, такой, наверное, недельный семинар организовать с подробным изучением текстов Гренуэя, и тогда мы получим более-менее, потому что сейчас я, по сути дела, я представил вам скелет, который, ну, как бы почти без мяса, но я, собственно, проделал то же самое, что эти два братья, ну, или один из них, по крайней мере, да, то есть очень быстро провел разложение всего этого прекрасного цветка. Я быстренько разложил, и вот такая схема. Теперь, по идее, можно кропотливо пересмотреть фильм, останавливая его, да, изучая тексты и понимая, каким образом эти фигуры взаимодействуют друг с другом, да, ну, каким образом трусики живописи, как они связаны с зеброй литературы, да, то есть это все-таки есть какая-то такая ассоциация, да, и что означает, что эти самые полоски, зебры, тигра и так далее, они являются тюрьмой этих животных, да, и вообще, почему животные, человек это животное или не животное, поскольку мы приходим к человеку, как бы максимально развитому животному, вроде бы, то есть она относится к зоопарку, с одной стороны, но с другой стороны, возможно, что человек это не что иное, как предмет медицины, а не, не, собственно, животноводство или чего-то в этом роде-то, то есть не как часть эволюции. Вот эти все нюансы, их, конечно, нужно рассматривать просто более подробно, и у нас нет сейчас такой возможности, да, то есть, как я уже говорю, это нужно садиться, подробно рассматривать это, смотреть кадры, анализировать их, сопоставлять и так далее, но скелет вот мне представляется таким, как я его обрисовал, да, то есть это некая, опять же, плохо назвать это культура или цивилизация, это что-то, что может является жизненной силой культуры человеческой, или что-то в этом роде, вот эта самая Альба, да, а вокруг вот литература, живопись, возможно, кино и фотография, и два типа осмысления этого, как зарождение или как разложение, и, ну, в итоге вот такой замкнутый языковой, как бы, каркас от Альфы до Зет, не до Омеги, а до Зет, ну, и в итоге вот Зет 2-0. Я, пожалуй, закончу, да, то есть не буду еще раз крутить все это, не буду этот скелет вам показывать с разных сторон, поскольку мясо нарастить все равно не успею, поэтому я удовлетворюсь, пожалуй, вот этим скелетом, а Всеволод нам, возможно, предстоит совершенно иную картину, и вы увидите не скелет, а совершенно что-то совсем другое. Спасибо большое, Ури, замечательная совершенно интерпретация. Я бы хотел немножко начать с такого контекста кинематографического. У нас есть такой мостик вообще замечательный, который, ну, не хочется использовать как ключ, хотя, возможно, какой-то ключ в этом есть. Оператором фильма является знаменитый очень оператор Саша Верни, и мы здесь как-то, может быть, полгода назад смотрели картину Алена Рене в прошлом году в Мариинбаде, который снял тот же Саша Верни, классик мирового кино, не только европейского. И если картина Алена Рене очевидно построена по принципам барочной эстетики, то здесь, может быть, мы скажем, что перед нами конфликт классицизма с его рациональностью и барокко, с его зыбкостью, текучестью форм, изменчивостью и образом лабиринта, как вот того, где можно заблудиться и никогда из него не выбраться. Помимо оператора Саша Верни, хочется еще, конечно, напомнить, что музыку написал Майк Найман, классик, опять же, европейского минимализма. И музыка здесь тоже потрясающая, конечно. Это второй полнометражный фильм Гринвэя после контракта рисовальщика, который он сделал в 1982 году. Это был его дебют в игровом полном метре. С этим фильмом, с контрактом рисовальщика, он объехал почти весь мир. Был очень успешный фильм. И тогда он в шутку поклялся посетить все зоопарки в тех городах, где он побывает с картиной. И, значит, якобы он так и сделал. И больше всего ему понравились берлинские и роттердамские зоопарки. И это вдохновило его на создание картины Z и 2.0. Между появлением Z и 2.0 и контрактом рисовальщика Гринвэй делает свое программное заявление, в общем, ответом на которое или развитием которого является во многом Z и 2.0. Он заявляет скандалиозно совершенно следующие вещи. Точнее, одну вещь. 31 сентября 1983 года кино умерло, потому что появился пульт дистанционного управления. Очередной разговор о смерти кино, потому что наступает эра, как говорил Рудольф, он же Родион в фильме «Москва слезам не верит», одного сплошного телевидения. Сами понимаете, что Гринвэй, конечно же, не идиот. И он знает, что 31 сентября не существует, что в сентябре 30 дней. Это такая мифологическая дата, которую ему хочется ввести, от которой ему хочется оттолкнуться. Что делает Гринвэй? Уже в контракте рисовальщика до этого скандалиозного заявления он переизобретает кино заново. Он заново учится говорить, он заново переизобретает киноязык, соединяя его с другими медиумами. Вот мы сегодня о них говорили, да, и живописи, и литература, и театр, и видеоарт, и все это вместе. Это такой удивительный сплав разных медиумов в картинах Гринвэя. Хочу процитировать такую хрестоматийную вещь, вот как он это комментирует. Я уверен, что традиционное кино сегодня умерло. Синдром Касабланки, это легендарный фильм 42-го года, когда зрители собираются в кинотеатрах смотреть очевидный шедевр, способный расстрогать всех и каждого, уже невозможен. Мы все ищем новые способы использования киноязыка. Мы должны найти новую визуальную оболочку для совершенно новых ощущений. Вот не знаю, получили ли вы новые ощущения в этом фильме, но Гринвэй действительно пытался это сделать. Это, ну вот мне очень нравится название книжки, прекрасной книжки Владимира Вячеславовича Виноградова о Гадаре. Она называется «Антикинематограф Гадара». Гринвэй делает в своем роде свой антикинематограф. Это антикино, не то кино, к которому мы привыкли. Идеальные метафоры этого нового киноязыка очень странные. Например, об этом мы сейчас вам говорим, географическая карта, как метафора фильма. Или каталог, перечень. Такой вот ящик каталожный, идеальная метафора фильма. Идеальная его композиция. Контракт рисовальщика, если вы помните, строится просто на через запятую перечислений каких-то ситуаций и образов. Это попытка вообще перестроить повествование в кино, перестроить нарративные схемы в кино. И этим он занимается очень по-разному в разных своих картинах. И здесь, правильно сказал Ури, что одна из важнейших деталей этого фильма – алфавит. Алфавит как тот самый порядок, каталог, созданный языком. У нас наша Альба хочет родить детей и наименовать их по буквам греческого алфавита. Животные действительно у нас разлагаются перед нашими глазами, вроде как в алфавитном порядке, от яблока Apple до зебры, на букву Z, от A до Z. И вроде бы как действительно у нас есть такой порядок алфавита. Вроде бы я специально так говорю, почему здесь правильно говорит Ури, все текуче, все меняется, все немножко трансформируется. Пока ощущение порядка, вот такого алфавитного порядка, алфавитного каталога, не систематического, а алфавитного. Как хорошо, как удобно, правда? Так вот, с этим порядком связаны три главные оппозиции фильма. На них все строится вообще. Это просто ядро фильма. Это уподобление, расподобление, уподобление кого-то, кому-то, чего-то, чему-то. Или расподобление, различие, обнаружение этих отличий. Соединение, рассоединение, слияние и отторжение этих объектов. Обрезание, здесь буквально хирургически мы рубим, режем. И, конечно, самое главное, симметрия, асимметрия. Давайте вот начнем с уподобления. На первый взгляд здесь все уподоблено всему. Проститутка назначает цену, ссылаясь на что? На прецеденты, то есть на подобие. Когда-то это было уже, поэтому это будет стоить столько-то. Или вот это было так, потому что я об этом вычитала. То есть постоянно ссылаясь на какие-то подобия в прошлом. Альба рассказывает историю о безногой проститутке и уподобляет себя ей. И как бы проживает ее судьбу в некотором роде. Альбу одевают как героиню картины Вермеера. Мы видим однотипных животных. Ряд однотипных животных, черно-белых. Панду, зебру, долматина. Или ряд полосатых животных. Тигр и так далее, та же зебра. Врач консультирует зоопарк. Тоже высекая, видимо, главное подобие фильма. Между людьми и животными много общего. Поэтому врач-хирург консультирует зоопарк. А какая разница? Ему не нужно быть ветеринаром. Между животными и людьми, между человеком и животным много общего. И вот на этом строится фигура соединения. Итак, уподобление и соединение. Венера совокупляется с животными. Не делая различия, животное это или человек. Ей все равно, правда? Она как с теми, так и с другими легко это делает. Разделенные некогда сиамские близнецы соединяются, правда, метафорически, с помощью гигантского пиджака с двумя рукавами. Помните этот пиджак гигантский, да? Сам кадр строится на соединении двух половинок, которые симметричные. Постоянно нам показывают, очень часто нам показывают кровать, на ней лежит Альба и по бокам тумочки какие-то, не знаю, что-то еще. И два брата-близнеца почти одинаковых. И этот фильм, конечно, строится на принципе симметрии. Здесь даже жизнь и смерть, о чем уже говорили, они фактически не различаются, потому что это одно и то же. Девять месяцев нужно на разложение женщины, тела человеческого, и мы сразу рифмуем это с девятью месяцами формирования плода внутри женщины. Но все это ложное, все, что я вам сейчас сказал, это ложь и неправда. Потому что главное в этом фильме не уподобление и не соединение, а наоборот. Мы видим не столько сходство, сколько различие, расподобление. Это не Вермеер, а подделка. Не жена Вермеера, а подделка. Сам фальсификатор Вермеера, этот самый доктор, оказывается поддельным, ненастоящим. И близнецы, как мы понимаем, не настолько уж похожи друг на друга. Извините, один из них блондин или ближе к блондину, а другой ближе к брюнету. Какие они, к черту, близнецы? Тоже какое-то ложное сходство. Альба не может им заменить погибших жен, как новорожденные дети. Альба от близнецов не могут заменить неродившихся детей, их неродившихся детей, от их погибших жен. Поэтому здесь все рассогласовано. Безногая Альба и Венера, обращая внимание, как их зовут, Венера Демайло, это Венера Милосская. В нашей культурной памяти она безрукая. Она, конечно, с руками в этом фильме, но в нашей культурной памяти она без рук. Безногая Альба и безрукая Венера. И они при внешней зарифмовке не составляют единое тело, но не могут его создать, мы еще к этому вернемся. Ну вот, понимаете, рассогласовано, это не одно и то же. Они, вот эти пазлы не складываются. Вроде как бы они обозначены, но они неточные. Они не сходятся, понимаете, не срастается здесь это все намеренно. Вот, значит, опять же, и близнецы также не могут вернуться в свое сиамское состояние. Вот не могут они, значит, соединиться. И получается, что перед нами попытка построить симметрию. И попытка эта неудачная. Помните, там есть зимний кадр с рыбками, когда один из близнецов подкладывает зеркало. И одна рыбка превращается в две такие же, как бы, ну, в две одинаковые симметричные рыбки. Но это ложная симметрия. Это симметрия выдуманная, симметрия, которая не существует. Это рассыпающаяся симметрия. Но почему она рассыпается? И здесь мне бы хотелось вернуться к названию фильма. Конечно, это тоже один из ключей. Z – последняя буква алфавита. С другой стороны, значит, это и животное, зоо. И два нуля. Эти два нуля, с одной стороны, это два близнеца, имена которых буквально на «о» и начинаются. Здесь же может быть как и Z и два нуля, и Z и два «о», как хотите, так и трактуете, теоретически. Освальд и Оливер. Вот они, два «о». И они как бы один человек и как бы два разных человека. И вспомним нашу Венеру и нашу Альбу, которые тоже как бы один человек и как бы два разных человека. И тоже два нуля. И тоже вот, если мы соединим на самом деле вот сейчас эту мужчину в один образ и женщину в другой образ, в этого Адама и в эту Еву, которые проговариваются в фильме, вот два нуля – мужчина и женщина. Животное, мужчина и женщина, между прочим. Так вот, это все превращается в зоо, в зоопарк. И, как мы знаем, в природе у животных нет симметрии. То есть она есть, но это тоже ложная симметрия, потому что при серьезном анализе этих тканей мы обнаружим, что там нет вот точной до миллиметра симметрии. Симметрия – это игра ума человека, это игра разума. В природе ее не существует. И даже в нашем с вами теле вроде как есть два уха, две руки, две ноги, но оси симметрии точной не существуют. Это ложная симметрия, это кажущаяся симметрия. И вот опять же возвращаемся к этой ткани мифологической, тоже один из важнейших ключей к фильму. Альба, то есть белая, на улице Лебедя, встречается с Лебедем. Лебедь буквально врезается, извините, пенетрирует эту машину, этот автомобиль. Лебедь, как мы знаем, это Зевс или Юпитер, который таким образом совокупляется с Ледой, которым очень нравится. И Леда рождает ему двух близнецов, Кастер и Полидевка, этих самых диаскуров, участников походу аргонавтов. Что, собственно, и происходит. Так вот, если мы вспомним, что в античном смысле, в древнегреческом смысле соединение с Лебедем — это никакая не катастрофа, это счастье. Это соединение с божественной энергией, которая разрушает что? Эту симметрию. А что это за симметрия? Это Альба, двое близнецов и две их жены. И она центр этой симметрии, она ось этой симметрии. И Лебедь разрушает эту симметрию, мертвую симметрию. Мертвичину эту он разрушает, понимаете? Он разрушает эту смерть. Все герои, и Альба, и Близнецы, пытаются эту симметрию восстановить. Восстановить любой ценой. Асимметричная Альба, она стала асимметричной, у нее только одна нога. Хочет ее восстановить, отрезав себе еще одну ногу. Это же безумие, но вот этот механизм симметрии у них в голове. Он засел, он ими управляет, и они ничего сделать с этим не могут. Герои, опять же, также пытаются эту симметрию восстановить, компенсируют утрату жен и детей этой своей связью с Альбой и рождением детей от нее. Но симметрия – это не жизнь, это смерть. И выбирая симметрию, герои выбирают смерть. И здесь тоже очень важно, я сказал про как бы алфавитный порядок. Порядок алфавитный ложный тоже. Вот здесь уподобление, симметрия и так далее, и порядок – это все ложь. Потому что я вам наврал, говоря о том, что разлагаются животные от A до Z. Нет, у меня даже выписано, как они разлагаются. Яблоко, действительно, Apple. Дальше креветка, потом рыба, потом аллигатор, потом лебедь, потом собака, потом зебра, а в конце кто человек? Перед нами цепь эволюции. Мертвая схема алфавит умозрительная заменяется на живую модель эволюции рождения и трансформацию жизни на Земле. И формально фильм про смерть, про разложение, а фактически Гриной, на мой взгляд, подводит нас к жизни. К жизни, к тому, что есть асимметрично и неумозрительно. И, между прочим, вот тут еще есть одна маленькая тема, очень важная для меня, как для киношника. Я считаю, что кино – это как раз жизнь. Кино – это способ запечатлеть эту асимметрию. Помните, там есть очень смешной эпизод, когда героиня говорит братьям, «Но здесь только половина моего тела, они возражают, так оно лучше войдет в кадр». И она иронизирует над этой ситуацией. Здесь лежит половина тела, разделенное, чтобы лучше войти в кадр. Да, разделенное, но не по этой оси симметрии. Оно разделенное, оно асимметричное и как ни парадоксально это жизнь. Вот мне кажется, здесь самая главная оппозиция между животным и человеком, животным как миром природы, миром асимметрии, и человеком как носителем симметрии, рационального взгляда. Вот это самое главное. И поэтому, кстати, между прочим, название Z и 2 0 тоже асимметричное. Это не 0 Z 0, а Z и 2 0. В этом тоже есть сломанная симметрия, неправильная симметрия. И вот Гринвей для меня, на мой взгляд, вот здесь делает гимн этой асимметрии, то есть жизни, то есть живому процессу, а не мертворожденной схеме. Вот я бы так эту картину интерпретировал. Буду рад вопросам Ури и вашим. Ну, давайте приступим к вопросам вашей высказывания. Кстати, про улитку многие меня спрашивают всегда по отношению к этому фильму. Почему так много улиток? Ну, вроде яблоко понятно, да, и Адам и Ева здесь работают, и первое, значит, вот Apple яблоко. А улитки, они ведь не разлагаются, да, и ничего с ними вроде такого сюжетного не происходит, но они постоянно болтаются в кадре. Зачем? Трудно ответить, зачем, но, может быть, каким-то намеком является, или поможет нам с вами вместе, или вам уже без меня об этом поговорить. Но улитка, насколько я вот как бы силен в зоологии, я совершенно не силен, но что-то читал, это гермафродит. Это говорится в фильме просто. А, есть, да, значит, видите, я присвоил себе. Даже если и Гринвей тоже не силен в зоологии, то, по крайней мере, в фильме это озвучивается. Да, это гермафродит, это и мужчина, и женщина, это тоже что-то это значит, да, пока не готов тоже говорить подробно. Ну и место, куда они едут, оно называется Лосарга, это улитка. Да, да, да. Оно называется улитка, туда, куда они приезжают, и там, где, собственно говоря, совершают свой окончательный такой вот акт самозасъемки собственного разложения, это место, и там же они хоронят вроде бы Альбу, оно называется Лосарга, и это означает улитка. Но, с другой стороны, ноль мужчина плюс ноль женщина равно ноль человек. Может быть, это и есть как бы, да, вот уже соединение, попытка соединить, да, все, черт его знает. Здесь всегда у Гринвея все переусложнено, намеренно переусложнено, при, действительно, я вот здесь согласен Суре, при, в общем, довольно разложимой структуре. Но вот здесь все это запутано, перепутано, зеркальные какие-то конструкции, это, ну вот, такая реплика в сторону барочного мира и барочной эстетики, где все переусложнено, где у каждой вещи есть свои двойники, где это, значит, такой лабиринт, запутаться в нем можно легко и не выбраться никогда, вот, и заблудиться в этих двойниках и не отделить сущность от, значит, подделки очень легко. Это такой барочный мир, на самом деле. И вот мне кажется, очень важно тоже, да, вот это рациональное такое классицистское здесь соединяется с барочным иррациональным, и с нежеланием даже, может быть, осмыслять вот с помощью каких-то схем классицистских, рациональных эту реальность, набрасывать эти схемы на реальность. Тоже важная такая штука для понимания вообще метода Гринвея, по крайней мере, ну, не то, что даже раннего, вот это последняя, ну, одна из последних его картин, Гольца в «Соперегание кампании» тоже построена вот на этом соединении классицизма и барокко, между прочим. Ну, и еще я мог бы добавить, мы, по-моему, говорили про это несколько раз, когда смотрели фильмы Гринвея, что его особенность, его аллегорического метода, несмотря на то, что это аллегория, он, поскольку он понимает, что это аллегория, и, в общем, не хочет, чтобы это была откровенная аллегория, отсюда возникает такой он как бы каждый раз, собственно говоря, говорит, я знаю, что это аллегория, ну, смотри, а вот так, и ты потерялся, и ты вроде что-то ускользнула. На самом деле такого же рода, ну, письмо, по крайней мере, да, у позднего Набокова примерно то же самое, он намечает аллегорию, сам же ее разрушает потом, и как бы она вроде и есть, а вроде с другой стороны что-то не дает возможность ее получить в очищенном виде. Получая ее в очищенном виде, ты немедленно оказываешься как бы почти ни с чем. Вот в этом как бы эффект, в том числе и фильмов Гринвея. Поэтому я сказал, что я предоставил вам скелет, потому что, в принципе, ну, то, что я рассказал, это не фильм Гринвея, да, а фильм Гринвея. Но вокруг этого фильм Гринвея. Да, пожалуйста. Спасибо. Такой вопрос. Почему, на ваш взгляд, финальная съемка у этих братьев не удалась? Единственная съемка, которая вообще не удалась. И такое ощущение, что улитки победили их метод. То есть, что, может быть, хотел этим сказать? Ну, здесь я соглашусь со Всеволодом, что здесь, в общем, это оно и есть, да. То есть, если мы понимаем под их попыткой проанализировать разложение или, наоборот, зарождение, как некий наш философский запал человека что-то понять и как бы разложить все по полочкам, то, в общем, это как бы не получится, да. То есть, вот улитка, как некий как раз символ жизни, в каком-то смысле самодостаточный, вот она и празднует свое это. И музыка затихает, и камера останавливается, а улитки живут. Жизнь победила, да. Жизнь победила. Ну, само собой, что и самопознание, да. То есть, что они пытаются понять? Они же пытаются понять глобально все это вместе, да. То есть, например, мне как раз кажется, что отделение человека от животных здесь оно все время скользящее. Он то вместе, то нет. И в этом смысле, когда мы говорим про зоопарк, например, в литературе, я не договорил про то, почему литература с зоопарком. Потому что зоопарк — это физиология, как бы. Это область физиологического. Литература, она играет на физиологии. И, например, когда Венера идет, и этот, и Ван Хойтен, это имя, на самом деле, во многих фильмах Грин-Уе фигурирует. Я уж не помню, там, какие персонажи. Опять же, нужно смотреть. Он и говорит, ну, сделай, наконец, то, что ты всегда хотела. Мы понимаем, что она идет как бы совокупляться с зеброй, правда? Она говорит, ну, а ты приготовил мне все инструменты для этого? Он говорит, ну, да, карандаш, заточенный бумагу. То есть она что-то действительно идет совокупляться? Или она просто, на самом деле, как бы это литературное вдохновение, которое, вообще-то говоря, подпитывается физиологическим. Поэтому связка между зоопарком и литературой, она вот на этом строится. То есть литература как некий процесс физиологического бурления, если можно так сказать. То есть в этом смысле, когда вы знали, из какого сора, оно, в общем, здесь вот звучит таким образом. То есть литература растет оттуда. А живопись, например, нет. Живопись, она ближе к медицине, потому что медицина, она как бы оперирует с этой физиологией. И поскольку живопись статичная, она фиксирует. В этом смысле, например, можно нарисовать человека, как Вермеера. Вы не видели ног женщины у Вермеера. Ну да, можно рисовать без ног. В этом смысле вот разница или вот эта смычка между живописью и медициной с одной стороны, литературой и зоопарком с другой. Но это я просто вернулся к тому, что я уже говорил сейчас. Мы же хотели, чтобы вы что-то сказали. Давайте спросите. Вот про зебру два слова, про это совокупление зебры. Там еще очень такая тоже странная зарифмовка, что делает еще больше для меня очевидным, что Венера и Альба как бы это одно целое. Тогда мы должны и эту самую ассистентку сюда подтянуть. И ассистентку можем подтянуть. Ну смотрите, как такое эротическое, сексуальное начало, потому что ассистентка тоже этим всем занимается, естественно, как мы выясняем. Но там интересно, что этот вот Филипп, тоже безногий, значит, суженный Альба, говорит, что значит, я мечтаю, значит, вот там с кобылой совокупиться. Значит, вот как получилось, да, ну вот, значит, получилось, но травма. И как бы то, от чего пришла восторг Альба, делает эта самая Венера. То есть там тоже они вот странно, здесь сейчас все вот на таком зеркальном принципе построено, но это зеркало несимметричное. Ну я бы сказал, что здесь это просто перенос, да, это своего рода метонимия такая, да, то есть эти поговорили об этом, а Венера как бы осуществляет. Ну как бы осуществляет, вы правы, что здесь непонятно. На самом деле и нет, вроде бы, да. Ну там много есть деталей, я же говорю, что здесь нужно просто подробно идти по тексту. Например, когда он говорит про эту кобылу, он говорит, что кобылу звали Гортензия. А Гортензия – это цветок, который назван в честь сестры, принца Священной Римской империи. Что, собственно говоря, тоже, они же как принцы-принцессы, да, Альба – это принцесса, это ее принц, найдите мне принца-коллегу. Вот они соединяются, здесь еще и есть некое звучание вот такого священного союза, да, этих самых немножко безногих существ. Когда они оказываются безногими, в каком смысле безногими? Ну если это мифология, да, мифология уже, собственно говоря, нас особо не окрыляет и даже не заставляет бегать, в этом смысле она безногая. Ну и сама наша культура, она как бы, собственно, ноги нам вообще-то не нужны, если есть автомобиль, то можно и на автомобиле. То есть в этом смысле вот эта наша обуженная ситуация нашей культуры, она обыгрывается как своего рода иронически, да, вот он священный брак Священной Римской империи. Но вот такого рода как бы нюансов в этом фильме, их очень много. То есть нужно просто идти по каждому из них, и мы получим вот эти узоры, да. То есть эти узоры, собственно говоря, и составляют мясо этого фильма, которые мерцают, и красочно тот скелет, который я нарисовал, или, например, ту модель, которую предложил Всеволод, да, когда есть, собственно говоря, постоянная игра между симметрией и асимметрией, это, безусловно, существует, это тоже, возможно, эта игра дополняется вот этими всеми узорами. И у меня как бы голова обычная, как и обычного Гренуя, чего он, собственно, и добивается, голова идет кругом. Ну, если я, конечно, обращаю внимание, я могу не обращать внимания, тогда у меня голова кругом не идет, просто становится скучно смотреть, и все. Мало ли, какие-то там что-то странные вещи происходят. Ну, а в общем надо, конечно, вчитываться. Потому что он, помимо всего прочего, опять же, во многих своих фильмах, и в «Контракте рисовальщика», может быть, даже с еще больше, он потом, кстати, стал уходить немножко от этого. Но в «Контракте рисовальщика» там просто эти диалоги, они все построены как очень высокая и тонкая литература, с обилием намеков, и нужно читать это на английском языке, и как бы все эти расшифровывать, все эти аллюзии и так далее. Ну, и здесь это тоже, в этом фильме это тоже присутствует. В более поздних, вот мы смотрели «Гольцус», например, в этом смысле он менее насыщен литературно, хотя и там диалоги важны и так далее, но в меньшей степени, чем в его ранних фильмах. Ну что, вопросы? Нет вопросов, нет замечаний, у вас, вы удовлетворены, прекрасный фильм, да, мы вам все рассказали, или не все, но, по крайней мере, осталось какое-то ощущение того, что что-то начало проясняться. Нет, вы хотите все-таки что-то сказать? Спасибо за замечательную интерпретацию и анализ. Известно ли вам, как сам Грин Уэй вообще пытался ли он когда-нибудь сам высказаться по поводу своих фильмов в таком аналитическом плане, и как он реагировал на, вот тогда, когда он слышал, скажем, вот такой анализ, как он реагировал, как он к этому анализу относился? Я отвечу, да. Ну, вы знаете, Грин Уэй, конечно, каких-то интервью, что-то такое высказывал, да, но как умный режиссер, он ничего, вот в смысле, ну, вот этих ключей он не давал, потому что он понимал, что есть он, а есть фильм как текст, который мы можем, да, как-то раскрывать. В этом смысле, я сейчас вот как-то обидел почему-то Эйзенштейна этой фразы, как умный режиссер. Эйзенштейн был умным режиссером, но он раскрывал свои фильмы, он после каждого фильма писал статью, да, или серию статей, и очень подробно расписал, как фильм устроен. Грин Уэй не такой. Другая ситуация культурная. Другая культурная ситуация, да, и все-таки Эйзенштейн чувствовал, что он первопроходец, и надо как бы эти карты оставить дорожные, и Грин Уэй не оставляет. И правильно делает, на мой взгляд, потому что, ну, собственно, зачем? Мы в состоянии сами, наверное, это рассмотреть. Он, если в интервью каких-то что-то такое говорит, то, ну, по мелочам. По мелочам, вот даже про название Z200, он только там намекнул для уж совсем, значит, не внимательных зрителей, что вот Оливер и Освальд, вот эти два О, два нуля, как-то вот, и все. То есть он как-то вот в этом смысле аккуратно себя правильно ведет, за что ему большое спасибо. Ну, так ведет себя большинство современных художников, да, то есть, ну, на самом деле, например, мы смотрели с вами интимный дневник, кто-то с нами смотрел, кто-то нет, и про этот фильм он сказал достаточно много, чтобы понять, о чем там идет речь, то есть, по крайней мере, отнесся к определенной философской парадигме, да, в рамках которой, собственно говоря, этот фильм снят, письмо или тело письма, тот, кто помнит интимный дневник, или там, он называется еще, дневнику изголовья, и по этому поводу он высказался достаточно откровенно. Ну, а во всем остальном, насколько я, как бы, видел его высказывание, оно, по большому счету, оно такое, и в этом смысле оно правильное, потому что оно эпатажное. Я гений, вы меня все равно не поймете до конца. То есть между нами пропасть. Этот зритель тупой что-то там увидит, но толком, конечно, ничего никогда не поймет. Ну, это нормальная позиция, это художнический акт, да, то есть не то, что он там кого-то презирает и так далее, а просто художник сегодня. Вообще-то говоря, ему деваться некуда, он только так и может говорить. А что это такое? Если пришли, проанализировали, все правильно, он кинул, ну да, ну, да, вот. Все понятно, оказывается. Хотел сделать что-то грандиозное. А оказывается, все понятно. Ну, неинтересно тогда. Все, нет вопросов у вас? Заканчиваем на этом, прощаемся. Есть вопрос? Даже не вопрос, а, наверное, самое короткое, я слышал гринвейевское высказывание по контракту рисовальщика, когда он определил английский сад. Говорит, что такое рай? Кровать в библиотеке с окнами в сад. Так коротко. А, кстати, я еще не сказал, знаете, что тоже важный ключ к творчеству Гринвея. Тоже коротенькое его высказывание, которое, в общем, во многом определило какие-то разговоры о его творчестве. Он сказал, что, ну, когда там вот речь идет, да, о тех вот протосюжетах, сколько этих сюжетов, ну, как вот их ежеграниченное количество, точнее, скажем, фабул, да, там, 36 ситуаций Пальти, 4 цикла Борхеса, там, 4 цикла Лотмана и так далее, да, модели Лотмана. А Гринвей сказал, что это все чушь, ровно два сюжета определяют всю мировую культуру. Это секс и смерть. Вот как раз Z200, вот про это, вот он пропитан ровно двумя этими стихиями. Секс и смерть. Ну, как бы здесь, там нет ничего нового, да, это эра стоната, собственно говоря, это фрейд, по ту сторону удовольствия. Но для Гринва это очень важно. И вот для этой картины это дико важно, кстати. Я тоже вот об этом не сказал, а это зря. Ну, почти, опять же, почти для всех его картин, это, во всех картинах это присутствует. Те из вас, кто не смотрел с нами предыдущие картины, кстати, и хотите посмотреть, как мы их разбирали, на YouTube-канале Еврейского музея вы можете найти все эти разборы и послушать, что там мы говорили. Про контракт рисовальщика у нас даже схема там какая-то красивая была. В общем, смотрите, слушайте. На следующей неделе мы смотрим фильм «Артист». Приходите в следующий четверг. Счастливо. Спасибо. Спасибо.